Отряд насекомых. Перепончатокрылые. Общая характеристика. Перепончатокрылые включают около 300 тысяч видов. К ним относятся пилильщики, муравьи, пчелы, осы, шмели, наездники и много других насекомых. Длина тела этих насекомых колеблется от 2 мм до 6 см. Распространены они повсеместно, за исключением Антарктиды. У перепончатокрылых две пары прозрачных крыльев, на которых живок мало или почти нет. Передние крылья больше задних. При этом передние и задние крылья в полете цепляются и работают как одно целое крыло. У многих перепончатокрылых крылья развиваются лишь в брачный период. На голове располагаются усики, пара сложных глаз и три простых глазка, а также ротовой аппарат, грызущий или лижущий. Развитие перепончатокрылых с полным превращением. Они откладывают неоплодотворенные или оплодотворенные яйца. Из первых развиваются только самцы и старых самки или рабочие особи. Личинки похожи на гусениц, но отвечаются расположением ложных ног. Самцы и самки легко различимы. У общественных видов пчел и муравьей имеются бесплодные самки рабочие. Среди перепончатокрылых встречаются одомашненные особи. Это пчелы и ведутся работы по одомашниванию шмелей. Среди них встречаются хищники и паразиты. Хищные и паразитические перепончатокрылые являются прекрасными регуляторами численности многих растительноядных насекомых. Человек использует этих перепончатокрылых в биологической борьбе с насекомыми, вредящими сельскому хозяйству. Наездники получили название запозу, в которой откладывают яйца, располагаясь верхом на жертве, например, гусеницы. Удивляет способность наездников отыскивать своих хозяев, даже скрытых в древесине на глубине 2-4 см. И цикл от таких наездников более чем в 2 раза длиннее тела. Он имеет зарубинки на конце, и наездники вкручивают его в древесину, как сверло. На это уходит несколько часов. Удачи на уроке!